Ливневки на улице Муканово выполняют работу лежащих полицейских. Дождевая вода не может попасть в канализацию. Края сливов выступают из асфальта на значительный уровень. Водители и жители микрорайона Гульдер в недоумении от такого ремонта. А Ерем Бухтаева разбиралась. Ремонтные работы на участке Букетова-Татимбета начались в мае. Чуть позже перекрыли дорогу. Накануне ее открыли. Водители обрадовались новому асфальту. Однако недоумение вызвали ливневки. Они выше уровня дороги. Дождевая вода в них не стекает. Более того, они мешают езде, выполняя работу лежащих полицейских. Дороги хорошие у нас. Сделали нам новую дорогу. Просто непонятно с ливневками, почему-то они выше уровня дороги. А так ничего, дорога хорошая. А вообще вам не мешает, что ливневки вышли? На остановке тяжело заезжать из-за них. Как сообщили нам в городском Акимате, на этом участке дороги пока что завершили лишь укладку нижнего слоя. Работу пришлось остановить из-за постоянных осадков. А дорогу открыли после жалоб жителей микрорайона Гульдер-1 и 2. Из-за перекрытия им затруднительно было добираться до дому. В связи с тем, что погодные условия не позволяли, пока будут идти осадки, участок будет открыт. В дальнейшем будет устройство еще одного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона, после которого все отметки по ливневкам будут соответствовать нормативным требованиям. Каждый раз останавливаться на Магнуме, это считает целых 20 минут, ходить до сюда, до Крестфита, Сарбаса, заниматься. Вот только на тренировке еду, получается, я останавливаюсь, еще 20 минут хожу. Очень было плохо, сделали дороги, все замечательно. Не, я бы не сказала, что так прямо трудно было. Мы же на Овощном, там все автобусы проезжают. Но пусть делают лучше, чем нам хорошо, чем будут трястись каждый раз. Далее ремонт будут проводить от улицы Букетова до проспекта Республики. Сначала там установят гранитный бордюр, затем участок также частично будут перекрывать для укладки асфальта. От внутриквартального поезда в районе мороженого цеха Айза до Букетова будет участок перекрываться. Затем от внутриквартального также проезда до автостанции будет участок перекрываться. И также будет устройство двух слоев асфальтобетона, гранитного бордюра, пешеходного тротуара. Окончание ремонтных работ планируется до конца августа. Сейчас, говорят специалисты, главное, чтобы погода не подвела. Айгирин Бухтаева, Дмитрий Оборак, Айдос Садыков, 5 канал.